Я заплатил деньги в полном объеме. Потом сказали, что какими-то финансовыми затруднениями вашего автомобиля не будет. И таких историй больше сотни. Заплатили первоначальный взнос, взяли кредит, а в итоге ни машина, ни денег. Дмитрий Корнеев один из тех, кому уже удалось вернуть вложенное. Но еще десятки клиентов АЗР Моторс Самара вынуждены обивать пороги. Еще в 2014 году официальный дилер Рено заключил с ними договоры на продажу автомобилей, которых так и нет. И вот бывший генеральный директор компании Владимир Калинченко на скамье подсудимых. Сегодня суд допросил потерпевших. По словам адвоката, виной всему кризис, который нарушил привычный ход, в общем-то, честного и стабильного бизнеса. Вы вспомните 2014 год. Это кризис в России. Это курс долларов в два раза. Это закрытие автосалонов, я не говорю других предприятий. Это банкротство автосалонов, падение продажи автомашин на 60%. Вот и вся эта лавина произошла. Уголовное дело против Владимира Калинченко насчитывает 108 эпизодов. Ущерб оценивается в 40 миллионов рублей. По словам адвоката, его подзащитный уже погасил часть долга перед покупателями и собирался полностью расплатиться. Но имущество компании арестовали, как и самого Калинченко. Впрочем, потерпевшие в благие намерения экс-руководителей фирмы не верят. Он выглядит сейчас здоров, полон сил. О возмещениях потерпевшим, которым говорят его уже пятый адвокат, никаких возмещений от него не будет, как и не было. Он себя, в принципе, виновным не признает и не раскаивается в содеянном. По закону Калинченко грозит до 10 лет лишения свободы. Своей вины он не признает. Несмотря на все доводы защиты, действия Калинченко квалифицируются по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Я не вижу, не усмотрела в рамках изучения уголовного дела того факта, что машины задерживались как-то по причинам, независимым от судимого, от Калинченко в частности. Машины людьми проплачивались, а деньги в РНО России, в Москву не уходили. Поэтому машины не то, что они где-то задерживались, а машины просто не поставлялись. Они уходили в другие регионы. Еще одно обстоятельство не в пользу Владимира Калинченко. Документы на часть машин были заложены в банке. Тем не менее, ВЗР «Моторс Самара» заключали договоры на продажу этих автомобилей. Обвиняют Калинченко и в растрате имущества компании. По данным следствия, он взял из кассы 9 миллионов рублей. Олег Зверев, Сергей Баскин. События.